Я в последнее время еще раз услышал о таком, что люди, которые работают в интернете и берут деньги, например, за обучение или за консультации по интернету, они берут деньги за воздух, то есть они продают воздух, как будто не за что. Но я тоже этим занимаюсь, я тоже консультации делаю по интернету. И мне это выражение, знаете, понравилось, что вот я продаю воздух на самом деле. Вы знаете почему? Потому что воздух, он для нас, кислород, очень нужен для жизни. Без этого человек полноценной жизнью жить не может. А некоторым для нас нужен воздух и его мы получаем при помощи консультации. Обратите внимание, когда у человека на душе какой-то груз, на сердце, он не может дышать полноценно, полную грудью. Возможно, вы сами это почувствовали иногда, когда есть много проблем, что вы не можете просто дышать. И мышцы, в буквальном смысле, мышцы нашей грудной клетки, мышцы живота, они сжаты. И наше дыхание, оно не полноценное. Нам не хватает воздуха. Это не просто иногда временное у человека явление. Есть люди, у которых есть чашечное сердце, которое практически всю жизнь у них находится. Годами у них нет такого полноценного дыхания. Существуют иногда упражнения, всякие правильные дыхания. Я считаю это очень полезным. Что происходит, если у человека нет правильного полноценного дыхания? Он не удаляет достаточно много токсин и вредных веществ, яда, которые находятся в нашем организме. Токсины мы, 70% токсин наш организм удаляет через дыхание. С помощью мочи и кожи, когда почеем, удаляется только 30%. Мы это делаем от времени, а дышим постоянно. И это основной источник, основной способ, как мы удаляем вредные вещества, токсины из организма. А если они не в полной мере удаляются при помощи дыхания, потому что оно короткое, оно сжатое, мы не дышим так, как надо. Мы не в данную минуту себя просто плохо чувствуем, но со временем эти токсины скапливаются в нашем организме. Их много в разных органах. Мы начинаем физически болеть. Это видно по нам. Эмоционально они тоже в наших мозгах находятся. Человек начинает страдать хронической усталостью и депрессией. Вот причина многих заболеваний, плохого самочувствия. То, что мы не избавились от каких-то тяжелых на сердце, которые у нас уже давно. Или мы сегодня, у нас есть проблемы и повседневные трудности. Мы не умеем с ними справляться. То есть наше отношение к этим проблемам является неправильным. Оно нас так грузит, что у нас нет полноценного дыхания. Впоследствии мы не удаляем этих токсинов и страдаем все больше и больше физически, эмоционально, психически страдаем, болеем, потому что у нас эти токсины остаются в организме. Поэтому эти консультации на самом деле очень нужны, потому что это происходит не просто от упражнений, можно улучшить, исправить, какие-то процедуры проходить. А на самом деле это проблема, которая находится в нашем разуме, в нашем мышлении. Иногда в подсознании есть тяжелые, на которые мы уже как-то не обращаем внимания. Мы сознательно этого не видим, но там есть то, что вот есть чашечка на нашей грудной клетке, на нашем сердце, на душе что-то, о чем мы давно как будто забыли. И для этого нужны разговоры, консультации или советы, как нам сегодня справляться с трудностями. Поэтому да, консультации это продажа воздуха, но он нам очень нужен. И все мы в этом нуждаемся. Это самое лучшее лекарство, разговор с другим человеком. И то, что мы делаем это при помощи интернета сегодня, это супер, это очень эффективно. И мы должны этим пользоваться. Мы нуждаемся в воздухе. Он очень ценный для нас.